Друзья, я несказанно рад и думаю, что вы разделяете мою радость к тому факту, что серия про Лиса Улиса наконец-то выйдет целиком после долгих лет, веков, эпох, можно сказать, мучений и поисков себя в этом мире. И я сейчас держу в руках третью часть этой серии. Правда, правда, держу. А? Третья? И, друзья, я, наверное, сейчас просто подробно вам расскажу про эту серию. Устраивайтесь поудобней. Вас ждет длинный и долгий рассказ, часа на два. Никуда не спешите, заварите себе чаю, хотите кофе, хотите чего покрепче, крепкого чаю. И слушайте. Вот эта третья часть, она самая многострадальная из всех. Когда я ее написал, ее издание пришлось ждать. Три года. Друзья, пускай вас не пугает то, что главные герои этой истории, животные, мы ведь все, по сути, зверье. Посмотрите вокруг, посмотрите на людей, которые вас окружают, посмотрите на себя. И вы увидите, что каждый человек, он действительно, он похож на какого-нибудь зверя. Вот сейчас тут пробежал буквально по беговой дорожке юноша, но это же просто гепард. Мне за ним, например, не угнаться, я-то пингвин. И еще хочу сказать, вот что. В третьей части многие вещи, которые казались, может быть, непонятными в предыдущих двух, здесь будут объяснены. Например, а знаете, что не надо, например, зачем я буду раскрывать вам? Пускай это будет сюрпризом, пускай каждый раскроет их для себя сам в процессе чтения. А вот сейчас, например, смотрите. Вот я, типа, ничего-то не понимаю из первых частей, смотрите. Ах, вот оно что! А-а-а, какое разочарование! Или вот так. Опа! А, вот это как раз круто! Вот это очень неожиданно. Неожиданно. Да. Смотрите, у меня уже есть. Я был гораздо несчастнее, когда у меня ее не было. И сейчас смотрите, как я хорошо. Хотите быть такими же радостными, как я? Так что, друзья, вы пока идите читайте третью часть. Скоро выйдет четвертая, а за ней и пятая. А я пошел писать книги. Целую. КОНЕЦ. КОНЕЦ. Продолжение следует...